Ну что? Да. Мы его наряджать будем? Треба было 50, у тебя нет 50? Есть? Да. Я приносила точно, где? Где? Все. 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 Скорейше Настя, від смолкнуть затискать. Продолжение следует... 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 Особенно 2014 год, это был полностью кошмар. Особенно 2014 год, это был вообще полный жах. Эти все дебальцевые, Ловайск, начаток войны. Но, с другой стороны, сейчас, напевно, какое-то недоброе слово, но это был певный драйв. Знаете, как говорят, встав и пошел. Мы собирались о 8-й ранку, и о 8-й вечера расходилось отделение. Было по 40 человек перевязок, сестри, никто ничего слова не сказал. И ци хлопцы были совсем другими. Я понимал, и все понимали, что они выполняют определенный обязан. И вот эти все разговоры, почему они там, понимаешь, это настолько огидно и низко. Людина отдала свое життя, свое здоровье, пошла туда, чтобы мы с вами могли тут сидеть. И они, когда начало веселье, у меня пів-вотделение лежит, И начинают святкувать, и стреляют ци фейерверки, салюти. Они сдригаются, и они все ховалися. И они не понимают, что там иде война. А тут люди гуляют по повній программе. Иван Иванович Жердев является легендарным лекарем, который научил очень много специалистов делать самые важные операции. Он провел 523 операции только по раненым нашим героям. Он был и в день, и в ночи в лекаре Мечникова. В 2014 году он был и в день, и в ночи в лекаре Мечникова. Он был лучшим лекарем, который показал своей работой, что можно спасать в самых важных ситуациях, ставить на ноги, давать еще одно життя, еще одну надежду, чтобы наши люди, которые постраждали на фронте, в ДТП, могли не только жить, а и активно проводить свой час. Иван Иванович, для нас есть символ лучшего хирурга. И мы очень рады, что наша Украинская Асоциация признала его самым лучшим лекарем уроку. Иван Иванович, заведующая отделение «Жердяг» Иван Иванович. Будь ласка, старі знімочки і нові. Тут перелам шейки променевої кістки. Я ж экстрасенс, ви знаєте? Зараз все пройде. Ну, какой он черный юмор? Ну, який він, черный юмор? Розумієш, це життя, певно. Ну, напевно, як в будь-якій професії. Він не зовсім черный юмор, тому що юмор – це такі життєві ситуації. Може, він і є. Він і є, та багато, але це ми вже в своєму узькому колі. Ну, а я потім вам розповім анекдот. Це ж ви не будете. Хороший. Коли ми кисть виведемо в правильне положення, тоді ми синтезуємо променеву кістку. А потім будемо ставити пластину. Відразу не вийде. Так, не зрощений перелам з променевою кісорукостю. Розумієш, є багато різних методик. Ну, я ж хочу, щоб у тебе красива рука була. Яка тим більше тобі потрібна. Ось, сонечко. Я взагалі майстер спорту Радянського Союзу. З фехтування. Був членом збірної і всяких таких. І досить довго цим захоплювався. Так що це був теж епізод дуже цікавий. Напевно, спорт, до речі, дає дуже багато. По-перше, дає певний підхід, певну витривалість. І якесь відчуття суперництва, можливо. І витривалість. Тому що я там стояв уже в 60 років. Розумієш? І молоді хлопці падали, а я стояв. Ось як це. І молоді хлопці падали, а я стояв. Ось як це? Ну, то ж. Дякую.